То, что я сейчас расскажу, возможно, продюсеры Первого канала подадут на меня в суд, и мне придется выплачивать 3 миллиона рублей, или сколько там в договоре, я уже не помню. Но я эти вещи должна сказать, потому что у меня накипело. Я не собиралась больше участвовать ни в каких передачах, потому что я уже все сказала. Но, как помните, после моих историй с детьми на меня обрушилась новая порция хейта. Тут мне написали, позвонили продюсеры Первого канала и предложили помощь, защиту, участие в их передаче. Сказали о том, что они могут реально помочь. Звали моих ребят для того, чтобы они тоже меня поддержали, чтобы они помогли. В итоге, когда мы пришли на передачу, вы знаете, хейтеры в Инстаграм оказались ничем по сравнению с ведущими, которые устроили такую нам травлю. В выпуск попала малая часть, очень-очень малая часть того, что творилось в студии. Я нахожусь в розовых очках. Я прекрасно понимаю, что такие передачи делаются для рейтингов. Но когда тебя зовут на передачу для того, чтобы тебе помочь, чтобы тебя поддержать, абсолютно все ведущие, абсолютно все эксперты настроены категорически против тебя. Только одна Лиля Правда, которая была за нас. И вы знаете, к ней подошли перед передачей и сказали, Лиль, скажи, пожалуйста, о том, что Катя подняла стоимость рекламы до 110 тысяч рублей. И она говорит, нет, я этого говорить не буду, я не буду врать. Создали передачу так, чтобы выставить нас идиотами на всю страну. У них это отлично получилось. Спасибо вам большое, Первый канал, за вашу поддержку. Все остальное я написала в трех постах. Перебегайте в ленту, и там вся информация и все переписки. Продолжение следует...